Физкульт привет, друзья и ученики! В прошлом видео о дельтах, а конкретно о плечевых суставах, я рассказывал и показывал упражнения, которые помогут вам избежать травм плечевого сустава. Специальное упражнение на ротаторную манжетку плеча. Ее нужно выполнять всегда перед тем, как вы тренируете грудные мышцы или дельты. По-другому говоря, всегда перед всеми жимами. Там несколько вариантов упражнений, нужно выполнять их чередуя по очереди. Не все сразу, не в один день. Это нужно делать обязательно тем, у кого уже есть проблемы, вы почувствуете улучшение. И обязательно делать тем, у кого проблем с плечами нет. Но не забывайте, что дельты, а конкретно плечевой сустав, самый подвижный сустав. Именно поэтому самый подверженный травмам. Ну а сегодня, как я и обещал, расскажу, чего нужно избегать в тренажерном зале, чтобы не вредить плечевым суставам. Начнем с упражнения шраги. Неважно, с гантелями или со штангой вы выполняете их. Главное, что необходимо знать, это то, что движение выполняется только вертикальной оси. Другими словами, только вверх-вниз работаете. Любых вращательных движений, как вперед, так и назад, следует избегать как огня. Подобная техника движения приведет обязательно к травме сустава. Повторяюсь, только вверх-вниз. Следующее, что может навредить не только плечевому суставу, но и шейному отделу позвоночника при выполнении шраг, это чрезмерный наклон головы вперед. Избегайте этого. Хотя при этом вы и чувствуете, как больше растягиваются и работают ваши трапециевидные мышцы, все-таки наклон должен быть контролируемым и не чрезмерным. Очередное потенциально опасное упражнение – это тяга штанги стоя. Многие выполняют ее узким хватом, надеясь прокачать дельты и поднимают гриф чуть ли не до ушей. Это бессмысленно и травмоопасно. Первое, что необходимо знать и понимать, это то, что при узком хвате работают не дельты, а трапеции. Запоминайте, чем уже хват, тем меньше работают дельты и больше работают трапециевидные мышцы. При узком хвате, когда кисти касаются друг друга, дельты практически выключены из работы и вся нагрузка достается трапециевидной мышцы. При этом вы перегружаете подобным выполнением упражнения ваши плечевые суставы. Это обязательно приведет к травме. Да и это бессмысленно. Второе, поднимать гриф необходимо только до уровня начала грудной мышцы, не выше. Таким образом, вы не только перенаправляете нагрузку при движении в дельты, но и снимаете нагрузку с плечевого сустава. Запомните, движение делается строго локтями вверх и до того момента, как гриф коснется начала грудных мышц. Избегать чрезмерных растягивающих упражнений на плечевой сустав, особенно предупреждаю об этом любители йоги. Будьте крайне осторожны в выборе упражнений, ибо фитнес предлагает различные виды йоги, где даются такие опасные упражнения на любые суставы. И если вы посещаете еще и тренажерный зал, то такие упражнения вызывают нестабильность в суставах, что приведет вас к травмам. И не только плечевого сустава. Не забывайте, йога это в первую очередь дыхание, расслабление, полный самоконтроль, а не то, что дают в фитнес-клубах. И тот, кто серьезно увлекается данным мировоззрением, знает и понимает, настоящий йог путем дыхания, расслабления, самоконтроля, может принять любую позу в любое время дня и ночи. А не тем, что не задумываясь о своем внутреннем состоянии после тяжелого рабочего дня, как в физическом, так и психическо-эмоциональном плане, приходим мы в фитнес-клуб и начинаем насиловать свой организм. В целом и суставы в частности. Задумайтесь над этим, друзья. Я советую всем работать преимущественно с гантелями. Особенно, если у вас уже есть дискомфорт в плечевых суставах. Это будет снимать травмирующий фактор. Ибо, когда мы с вами жмем штангу, то суставы образуют с грифом некую раму, которая диктует определенную закрепощенность и задает вектор движения, который, в свою очередь, может быть неудобным для вас конкретно и не совпадать с особенностями вашего плечевого сустава. Именно по этой причине работа с гантелями будет более выгодна и полезна, если смотреть на упражнения через призму комфорта самого сустава. Вместо штанг и тренажеров работайте преимущественно с гантелями. Но даже если вы будете применять в своих жимовых тренировках штангу, помните следующие правила. При жимах, стоя или сидя, неважно, из-за головы или с груди, не опускайте гриф ниже уровня ушей. При жимах лежа следите за тем, чтобы не опускать гриф слишком низко, если у вас есть проблемы с плечевыми суставами. Останавливайте его за пару сантиметров до касания грудных мышц. Не переживайте, это только усилит воздействие на рабочую группу мышц, сохраняя в ней постоянное напряжение и усилит выделение гормонов в кровь. Если вы натурал, это большой плюс. Что делает сейчас большинство проатлетов. И, конечно, не будет перерастягивать сустав. А это для нас с вами сейчас самое актуальное. Следующее, о чем многие даже не догадываются при выполнении становых тяг или работая над трапециями, это то, что легко перерастянуть суставную сумку плечевого сустава. Когда вы уже в последних повторениях с предельными весами чувствуете усталость, атлеты со стажем поймут, о чем я говорю, вы уже работаете на усилии воли. Мышцы плеча расслабляются и происходит растяжение суставной сумки. И повреждение вращателей. Строго следите и не допускайте подобного. Вовремя останавливая упражнения, лучше сделать меньше повторений, а по необходимости просто добавить еще один подход. Отжимаясь от брусьев, не стоит опускаться ниже прямого угла в локтевом суставе, ибо это также может привести к проблеме в суставе, перерастягивая его. Я настоятельно рекомендую отказаться от любимого многими упражнения – разводка гантелей лежа. Ибо для того, чтобы получить эффект от данного упражнения, необходимо использовать приличные рабочие веса, при которых сложно следить за техникой. И можно очень легко получить травму сустава. Если и работать с гантелями, то только в режиме статодинамики, когда не вес является фактором нагрузки, а рабочее время под нагрузкой и время отдыха. Силовую работу лучше всего перенести в тренажер ПЭК-ДЭК, или бабочка, как его еще называют, где легче контролировать технику движения и следить за степенью растяжения сустава, работая с очень приличными весами. Еще один совет для тех, у кого есть проблемы в локтевых и плечевых суставах, или кто хочет их избежать. Старайтесь работать во французском жиме лежа не с грифом, то есть не со штангой, а с гантелями, когда гантеля в каждой руке. Либо сначала одной рукой работаем, потом другой. Если работать одновременно двумя руками, то гантели должны быть параллельны друг к другу. Попробуйте, и вы сами почувствуете разницу. Трицепсы будут получать свою необходимую нагрузку, а плечевой сустав будет испытывать облегчение. И у вас больше не будут болеть ни плечи, ни локти. Будьте внимательны к своему здоровью в целом, и конкретно к плечевым суставам. Тренируйтесь, друзья, с умом. Удачи всем и позитива! Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, добавляйте обязательно понравившийся ролик к себе, помогайте развиваться каналу, и больше людей увидят полезные необходимые ролики. Так что, друзья, берегите свои плечи, думайте всегда головой, сохраняйте здоровье. Будет здоровье, будет сила, будет масса. Увидимся в тренажерном зале.